Перед началом этого ролика лишь скажу, верите ли нет, подобным слухам, как всегда, ваше дело. Я делюсь вам утечками исключительно в целях ознакомления и настоятельно рекомендую ждать официальных анонсов от команды Михую. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Paradise. Сегодня мы с вами поговорим о баннере 2.4, а именно Шинхе и Юнцзинь, которые там, скорее всего, появятся. Утечки Диншин Энпакт 2.4 выявили некоторых будущих баннерных персонажей, представленных в новом обновлении. Похоже, что Юнцзинь и Шинхе, о которых так много говорилось, появятся во время обновления 2.4. Как я уже и говорил, благодаря источнику информации Юббатча, а именно, который упоминается в реддите, в отчетах утверждается, что Шинхе и Юнцзинь появятся на баннере в Диншин Энпакт 2.4. Недавно было объявлено, что Диншин Энпакт 2.4 будет включать в себя новую область Энкономию, а не Разлом, что делает открытие двух персонажей Льюэ перспективными. Возможно, они как-то связаны с новой историей Экономии. В любом случае, поклонники этих двух просочившихся персонажей могут, наконец, получить шанс получить. Игроки ждали возможность получить Шинхе и Юнцзинь. Скорее всего, в скором они их получат. Юнцзинь потерпела некоторые изменения в процессе разработки. Ее элемент переключился с Део элемента на Анима. И, похоже, Шинхе остается Крио, хотя ее любимое оружие до сих пор неизвестно. На данный момент достоверной информации по поводу Шинхе и ее модельки нет. Но вот как она будет примерно выглядеть. Также вот будет, как примерно выглядеть Юнцзинь, но и никаких учетчик о ее оружии или оружии Юнцзинь также не поступало. Будем ждать, будем надеяться, будем наблюдать. И вскоре нам покажут этих двух прекрасных персонажей. Ну, у меня на сегодня все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, что вам приходили выдумления о новых роликах. Пишите комментарии. Желаю вам удачи и пока-пока. Продолжение следует...